И получается, что завариваю такой очень горячей водой, то есть вот градусов может 80, ну не кипящей, минут на 30 и достаточно. То есть всю силу корни отдают воде и в течение дня я могу два раза попить такой напиток. Я пью сейчас его здесь вместо чая. Ну что, ну что, ну что, еще с теми, с кем я не знакома или кто не знаком со мной, в общем, короче, с теми, с кем мы не знакомы, представлюсь, меня зовут Ольга. Я сегодня буду показывать вам вариант хумуса. Хумус это достаточно просто в приготовлении, очень сытная, очень полезная закуска. Закуска, такая мужская ее называют, потому что она действительно способна насытить мужчину. Высокобелковая, плюс этот белок очень легкоусвояемый. Но сегодня я вам покажу нетрадиционный вариант хумуса, а мы сегодня будем готовить розовый хумус. И я потом расскажу, почему он розовый. Ну, вернее, вы сами увидите. Итак, с чего мы начнем? Смотрите, для любого хумуса нам нужна тахини, да, или тхина. Ее еще называют тахини, тхина. Это кунжутная паста. Паста из... Что-то как-то мне приходится, чтобы в кадр попасть. Попробую повыше поднять. Так, так, так. Все. Так. Итак. Опа. Опа. Как он съезжает, прикольно. Так, зафиксирую его. Эй, друг, ну-ка давай мне тут. Нет, съезжает. Прикольно. Ну, ладно. Чуть-чуть сверху будет. Ладно, ничего страшного. Значит, как я готовлю хумус? Ну, так, подождите, я про тахини начала говорить. Значит, для любого хумуса нужна тахини. Тахини – это паста из кунжута. Но, вообще, традиционно эта паста делается даже без добавления масла. То есть, по сути, делает урбеч из кунжута. Очень классно использовать именно урбеч, потому что урбеч, перетертый на каменных жерновах, имеет консистенцию очень гладкую. Привет, привет, всем привет. Красотуля. Спасибо, Наташенька. Привет, Леш. В общем, короче, мы сегодня готовим хумус. Я рассказываю сейчас про то, как мы будем делать в домашних условиях тахини. Почему? Потому что здесь у меня кунжутной пасты нет. Купить я ее здесь не купила, я не нашла пока еще. Поэтому буду делать такой вот вариант. Покажу вам для тех, у кого тахини нет. Вообще, у нас в Панда-магазине есть именно тахини, то есть урбеч из обжаренного кунжута. А фишка именно в обжаренном кунжуте, потому что, как вы знаете, семена после обжаривания принимают такой очень яркий вкус. И вот именно кунжутная паста, вот эта вот тахини, она делается из обжаренного кунжута. Вот. То есть, по идее, туда ничего не добавляется. Но есть варианты, я видела, приготовления, когда добавляется оливковое масло и добавляются специи. Например, зира. Вот. У меня сейчас специи тут тоже есть, но я собираюсь ту же самую зиру положить уже в сам хумус. Поэтому в тахини я не буду ее сейчас добавлять. Что нам понадобится? Значит, у нас здесь кунжут белый. Я его обжарила на сковородке, вот. То есть, он, видите, такой. Хочу сразу предупредить, когда вы обжариваете кунжут, сковородка должна быть не сильно накалена. То есть, следите за температурой, поставьте сразу же на слабый огонь, ну, там, на середину примерно, да, то есть, не на самый сильный. И обязательно этот кунжут постоянно мешайте, потому что чуть-чуть вы проморгаете, вот он будет такой. Видите, у меня, то есть, тут видно, даже без микроскопа видно, что он некоторые такие очень темные. То есть, я начала, я включила, поставила, тут же занимаюсь, уже забыла, он начал щелкать, я давай его перемешивать. Короче, с ним все хорошо, он не сгорел. Я сразу выключаю сковороду в таком случае, начинаю вот так вот подбрасывать на ней кунжут и постоянно перемешивать. То есть, когда я вижу, что он полностью весь уже, то есть, буквально, знаете, минуты достаточно для того, чтобы он у вас обжарился. То есть, дальше он просто может сгореть. Дальше я просто перекладываю его в тарелочку, он должен остыть. Перед тем, как измельчать будем его в блендере или в кофе-блендере, он должен обязательно быть остывшим, он не должен быть горячим. Вот, значит, вот сейчас он уже достаточно остывший, и я буду его измельчать в блендере. Сюда же я добавлю... Ой, мимо, мимо. К счастью, разлетелся кунжут в деньгам, в большим, видимо, очень большим. Вот, и к огромному просто счастью великому. Все. Значит, значит, сейчас я буду измельчать кунжут в блендере. Ну, конечно, дома я бы сделала это в кофемолке, просто потому что такой объем, ну, как бы, в принципе, я все равно оставлю его в блендере, поэтому можно и так. Так, и потом я добавлю туда оливковое масло. Измельчаем. Все. Готово. Ну, в общем-то, получилась мука из обжаренного кунжута. Обалденный аромат, ребят, просто обалденный. Постою, понюхаю, как говорится. Дальше, что мы делаем? Сейчас. Итак, значит, он у нас превратился в муку. Почему я не положила его уже вместе с хумусом готовый, то есть в хумус сам, и не измельчила кунжут вместе с массой уже с хумусом? Потому что хумус будет густой, и для того, чтобы была однородная консистенция, лучше, чтобы компоненты были уже, ну, хорошо измельченные, вот такие, как кунжут, поскольку в такой густой массе кунжут может не доизмельчиться. Если у нас есть густой какой-нибудь, да, то да, легко, там бы измельчились вообще семена, хоть че, хоть леон, потому что мой блендер способен на то, чтобы измельчать и в жидкости самые мелкие семена. То есть, например, так я делаю маковое молочко. Представляете, да, маковые семена очень-очень маленькие, наливаю воды туда, измельчаю, и как бы все супер. Вот.